Друзья, всем привет! Сегодня новый ролик на канале, который будет посвящен монтажу фиброцементного сайдинга. У нас есть вот такой вот замечательный каркасный дом. Несколько раз я его уже показывал. Мы на нем сделали контур утепления 50 мм, обшили полностью диффузионные мембраны и подготовили каркас деревянный из доски сухой строганой 100х20, для того, чтобы уже начать непосредственно монтировать фиброцементный сайдинг кедрал. Значит, обрешетка у нас идет по периметру всего дома. Мы уже начали его монтировать. Сейчас хочу вам показать некоторые особенности, нюансы при монтаже такого замечательного материала, как кедрал. Итак, начнем с того, как должен храниться фиброцементный сайдинг. Здесь у нас поддон идет, на котором этот материал привезли даже два поддона у нас. Один полностью закрыт пленкой, второй раскрыт, потому что пошел процесс монтажа. Цвет у нас C21, вот такой вот красивый коричневый цвет. Обязательно укладывайте кедрал на ровную какую-то поверхность, в идеале, чтобы это был вот такой вот поддон, и закрывайте его полностью пленкой или брезентом, вот как у нас здесь лежит, чтобы никакая пыль, никакие осадки на этот материал не попадали. Потому что, например, если на него попадет какая-нибудь пыль, и кедрал будет мокрый, потом, когда вы начнете панели вытирать, могут оставаться следы. Поэтому закрывайте его полностью брезентом либо пленкой, вот так вот герметично, и укладывайте его на какую-то ровную поверхность. Как вы только что увидели, при распиловке кедрала образуется большое количество пыли. Поэтому вам нужно на участке выбрать какое-то место, которое вам меньше всего жалко. Если посмотреть вблизи, вот я переворачиваю этот кусок, который отрезал наш монтажник, на панели есть пыль. Эту пыль надо будет вытирать вот такой вот тряпкой. Тряпка называется фибра. В идеале, конечно, чтобы материал и тряпка была сухая, чтобы, когда мы будем стирать пыль, чтобы эту пыль не втирать в панель. Особенно с темными цветами, как вот этот у нас цвет, очень нужно аккуратно к этому вопросу отнестись. Сухая тряпка, желательно вот такая вот фибра, и аккуратно пыль стирается, чтобы не было пятен потом. Потому что если, например, мокрой тряпкой втирать пыль, то потом под определенными углами можно будет увидеть, увидеть такие белесые пятна. Второй момент, на который я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, это вот этот кедрал, который у нас лежит на соседнем поддоне. Когда монтажник режет кедрал, эта пыль, соответственно, летит сюда, особенно если ветер в этом направлении. И вот видно, что здесь вот этот кедрал у нас пыльный. Всегда закрывайте какими-то пленками, чтобы особенно на коричневые цвета вообще ничего не попадало. Материал как бы хороший, но есть определенные моменты, такие капризы, которые нужно учитывать. Чтобы не было потом вот таких вот пятен. Потому что если будет сырая погода, и вам нужно будет использовать этот материал, вы потом будете его стирать, и вот эти пятна, они как бы будут. Ну, понятное дело, что не такие прям большие, но под определенным углом, когда вы будете смотреть, вот эти вот белесые пятна будут видны на кедрале. Следующий момент, на который нам нужно обратить внимание, это вот на обрешетку. Обрешетку, которую мы делаем, мы используем сухая строганная доска, 100 на 20, выравниваем мы ее на дистанционный саморез. Здесь у нас в общей сложности вентилируемый зазор 3 сантиметра. Но сейчас я хочу сделать именно акцент на ширину доски на 10 сантиметров. Это для стыка кедрала. Если посмотреть вот на ту стену, которую мы уже сделали, стык кедрала происходит на доске вот здесь вот в середине. Сейчас если пройти туда дальше, если посмотреть на ту стену, которую мы сейчас будем делать, Мерзо, давай вот отмерим вот отсюда. Значит, вот это у нас угол. Видите, идет так как бы, вот эта вот часть у нас двойная. Не-не-не, подожди. Вот эта часть, куда мы будем прикручивать края кедрала, кедрал у нас как бы будет, ну, допустим, упираться вот в эту доску. Может быть, тут будет какой-нибудь небольшой зазорчик. Если мы отсюда сейчас возьмем 3,60, Держи вот, переверни, вот так вот. Вот видите, я упер сюда. Держи ее. И если я беру длину 3,60, то она как раз у меня попадает на стык доски. То есть вы, когда делаете обрешетку, вы, допустим, выставили... Возьми, пожалуйста. Выставили угловые вот эти вот доски, и у вас уже понятно, на каком расстоянии у вас пойдет стыковочная доска. Вот эти доски мы делаем для того, чтобы потом сюда нормально можно прикрутить вертикальную панель кедрала, которая будет формировать у нас угол. Если взять отсюда, давай, мерзающий, вот отсюда покажем. Также и упри. Вот, с этой стороны у нас тоже, если вот мы замеряем, да, стыковка будет идти в середине доски. У нас здесь будет идти два стыка. Вот. И стык, как я вам показывал в самом начале, у нас заводской с заводским. Сюда вот у нас идет заводской с заводским. Это очень важно, потому что, если вы, например, часть панели отрежете, как вот здесь вот у нас идет она, она уже будет смотреться не так вот. Тут она как бы закругленно, и смотрится это идеально. Видите, еще кедрала здесь как бы на одной высоте, на одном уровне. Вот. Здесь вот. Поэтому сразу отмечайте обрешетку так, чтобы у вас стык получился вот так вот, как у нас красиво, ровненько. Дальше, если посмотреть вот эту часть у нас, здесь вот снизу, мы устанавливаем перфорированный профиль. У него размер 20 на 50. Под него, под доски, вырезаются вот такие вот пазы, чтобы он у нас создавал, ну, грубо говоря, такой вот зазор у нас, да, он не перекрывается для воздуха, но в то же время вот в этот зазор не попадут, ну, например, какие-то грызуны. И прикручиваю, перфорирую на профиль на обычные желтые саморезы. Если нет, на саморезе желтые, можно спрещать бы, это вопрос не очень принципиальный. Такую желательно устанавливать сетку, чтобы никакая жилность не заползала в утеплитель. Сбоку, получается, они закручивают и вот с этой части снизу. Дальше переходим на другую сторону, так как сетка у нас здесь установлена. После того, как вы установили вентиляционную сетку, нужно, ну, желательно, натянуть вот такую вот нитку для удобства, ее натянуть обязательно в уровень и по ней уже выставлять отлив. Вот мы начали уже выставлять отлив. Соединяем его и, соответственно, прикручиваем лампет, прикручиваем его по решетке. Ужасный уничтожитель. Идем. Ужасный сетка. Ужасный натянул. Сетка. после того как мы установили отлив установили сетку ну вернее сперва сетку потом отлив нам необходимо установить вот так вот стартовую планку в дальнейшем я покажу для чего она нужно без нее нормальный монтаж не получится сделать итак друзья сегодня новый день у нас вчера подготовили полностью для того чтобы начать монтировать фиброцемент с 1 кедрал установили отлив установили стартовую планку сетку давайте я вам покажу чтобы это было наглядно видно вот так это у нас все выглядит так у нас выглядит отлив это пленка ее потом будут снимать сетка вентиляционная здесь у нас стартовая подготовили угол вот у нас панель давайте будем устанавливать ее так секунду вот видите если посмотреть вот она стартовая планка стартовую планку у нас он упирается и стартовая планка у нас дает как бы направление кедрал потому что у нас кедрал идет вонахрест нам нужно два сантиметра от края отступить и где-то вот в середину примерно вот так вот мы будем закручивать саморезы покажи дай мне саморезик один закручиваем вот такие вот саморезы саморезы граббер фиброцемент дерево они еще бывают по металлу если у нас металлическая обрешетка специальная видите бита торкс такая к цвеобразная и без сверления мы можем эти саморезы сразу закручивать в обрешетку минимальное количество саморезов которые вы должны закрутить на одну панель длиной 360 метров это семь штук у нас тут получилось 8 раз два три четыре пять шесть семь и восемь там в крови дальше мы начинаем устанавливать следующую панель обратите внимание мы стыкуем как я уже говорил заводской стык заводским резаная часть у нас уходит вот сюда здесь потом будет идти угловой угловой наличник поэтому вот этой части резаной и и не будет видно и также закручиваем самореза вот в чем хорошо что идет доска 10 сантиметров шириной то что у вас тык плывешь ходить про и получается на одной доске это очень удобно и вообще доска 10 сантиметров шириной это идеальная решетка для того чтобы качественно монтировать дальше мастер наш монтажник отмеряет отметки 16 сантиметров для того чтобы нам сделать 3 сантиметра нахлёст это нужно для того чтобы установить вторую панель дальше когда мы будем следующие панели устанавливать мы будем уже использовать специальные кронштейны но пока мы отмеряем 16 сантиметров для того чтобы именно нахлёст делать 3 сантиметра дальше мы начинаем первую длинную панель мы делали с левой стороны сейчас мы начинаем сделать с правой стороны для того чтобы у нас стыки были в разных местах короче вы можете либо делать отметки как мы сделали либо ставить уровень и по уровню уже дальше проверять ну как бы выравнивать именно вторую панель дальше ребята отмеряют расстояние но она в принципе известно это расстояние и отрезает панель вот когда мы делаем стык панели желательно чтобы панели максимально близко друг другу под друг дружке подходили и в идеале конечно когда нижняя часть панели находится на одном уровне сейчас вот просверливаем немножко саморез потом раз подтянем и выставим ее так чтобы у нас получилось примерно что-то вот такое вот и дальше по меткам выравниваем панель сразу и прикручиваем ее саморезами вот так вот у нас получился стык когда можно панель прикрутили значит один стык у нас здесь другой стык у нас здесь так вот шахматном порядке у нас и пойдет что касается резки мы резали болгарки как вы видели получилось ну достаточно ровно но даже если даже если взять что вот эта часть чуть-чуть неровно это не очень принципиально потому что потом все равно ее будет перекрывать угол у нас здесь будет угол из тоже из кедрала он пойдет вертикально и закрывать он будет ширину 19 сантиметров у нас доска где-то девять с половиной плюс они сделали небольшой зазор вот и соответственно спокойно все перекроются поэтому вот эта часть она не особо как бы нам важно самое главное ну на мой взгляд это пыль и вот эти вот стыки их надо делать максимально аккуратно чтобы получилось что-то примерно вот в этом роде следующий этап для того чтобы у нас стык был как бы по одной линии вот поставили уровень и по расчерчиваем вот эту линию с одной здесь вот но и то же самое надо будет делать там чтобы стыки совпали следующем этапа мы используем такие вот кронштейны по кедралу для того чтобы нам уже было проще его монтировать я его поставим у этого кронштейна если вы посмотрите у него есть посадочное место она идет как раз три сантиметра вот мы поставили один кронштейн второй кронштейн у нас немного начинает выпирать панель кедрал но это в принципе нормально и сейчас вот в эти пазы мы будем устанавливать панель отсюда мы начинаем длина у нас идет 360 все вставили видите удобно дальше монтировать панели сами держатся им остается просто выровнять по линии по той которую линию сделали сюда подвинуть панель и прикручивать самореза вот поставили на кронштейна видим что у нас уровень правильный соответ спокойно можем прикручивать самореза ну все равно каждые вот пять рядов нужно будет прикладывать уровень чтобы убедиться в том что все идет правильно итак друзья смотрите прошло несколько дней ребята уже закрыли вот эту стену полностью кедралом вот эту вот стену сейчас закрывают по поводу пятен хочу вам показать вот если смотреть вот под этим углом видно что у нас кедрал идет чистенький никакой пыли на нем нету несмотря на то что материал материал темного цвета видно что вот на отлива большое количество пыли идет на самом кедра ли нет то есть они все протерли что касается по поводу окна если посмотреть вот с этой стороны если посмотреть вот с этой стороны видно есть небольшой зазор это мы сделали специально потому что у нас кедра когда мы его делаем нахлёст у него вот эта вот толщина два с половиной сантиметра так как мы используем сухую строганную доску то него толщина два сантиметра соответственно здесь перепад пол сантиметра когда мы будем устанавливать наличник а наличник мы будем устанавливать из кедрала соответственно вот этот выступ будет мешать нормальной установке то есть наличник станет у нас криво поэтому мы за счет обычных просто саморезов сделали выпуск так как наличник весит мало в принципе проблем у нас точно никаких не будет так мы сделали со всех четырех сторон то же самое с этой стороны вот это вот резаная часть она у нас не принципиально Потому что Минимум наличник будет 9 сантиметров Пока мы договорились на 9 Возможно будет где-то 12-13 сантиметров Но этот вопрос еще будем обговаривать Потому что окна и углы будем обходить В самом конце Вот соответственно вот это у нас ширина 5 сантиметров 9 сантиметров встает наличник Примерно сюда будет закручиваться саморез По периметру Как он будет выступать Насколько Обрезаться у него будут углы Этот вопрос мы еще обговорим заказчику Откос у нас сделан из USB Для того чтобы Когда мы будем прикручивать откос Чтобы он нормально жестко вставал Сюда будет устанавливаться отлив Как я уже сказал Вот этот момент у нас не очень принципиальный Проверяем дальше еще Стыки Как мы сделали Если посмотреть Стыки у нас сделаны аккуратно Стык сделан на доске То же самое С этой стороны Стык идет вот на доске мы видим И тоже Стыки идут Очень аккуратно Что касается углов С углами чуть более сложная история Не получится их выравнивать За счет вот этих саморезов Потому что уже объем совсем другой Поэтому мы сюда будем нашивать Либо USB Либо фанеру Толщиной 0,6 мм У нас такая же проблема Как и с окном Это 2,5 см Это 2 см Соответственно Пол сантиметра будет мешать Когда мы сделаем фанеру Либо USB Уже выйдет в уровень Углы мы будем формировать Из обычного кедрала Вот у него ширина 19 см Он будет вставать вертикально Здесь и здесь По такому же принципу Как сделана доска В Г-образном таком положении Друзья Вот такой вот Небольшой сюжет По монтажу Фиброцементного сайдинга Кедрала Если у вас есть какие-то вопросы Пишите А так Всем желаю здоровья Самое главное Берегите себя И не болейте Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok